тут иногда такие комментарии прилетают что типа 10 лет прошло я там успел постареть потолстел похудел два раза там снова набрал женился с ребенком и без сил и без силы тут и такие комментарии меня наводят на мысль о том что есть запрос у людей на энергию особенно вот сейчас когда накатывает сезонная хандра осень становится меньше солнца становится холоднее дожди пасмурно там работа дети школа детский сад ну кого что и ты ввязнешь в этой рутине и не хватает времени не хватает сил не хватает энергии и ты начинаешь густеть и сегодня в этом видео я расскажу о том что дает энергию мне также что ее забирает и что нужно делать чтобы не допустить этот забор энергии чтобы постоянно быть на позитиве в радости и в счастье сначала давай разделим энергию на два вида и потом каждый разберем более подробно первое это энергия физическая энергия твоего тела и второе это энергия твоей души внутренняя энергия ментальная психоэмоциональная твое внутреннее состояние называет как хочешь главным тебе было понятно итак первое это физическая энергия твоего тела и что же поддерживает твой энергетическое состояние здесь это три основных пункта сон питание и движение сон это качество сна продолжительность сна и режим сна продолжительность моего сна редко меньше 8 часов я всегда ложусь и просыпаюсь в одно и то же время это называется режим сна не то что там а мне надо поработать я посижу к я до 3 часов ночи за компом сегодня а завтра я лягу пораньше а послезавтра я пойду погуляю а потом еще то есть когда ты не находишься в режиме сна это не восстановление это не дает тебе нормально энергии сколько должно давать и качество сна про сон можно очень много говорить как подготовиться ко сну что нужно делать что не нужно делать это отдельная тема просто мы сейчас по верхам проходимся и проговариваем базовые какие-то фундаментальные вещи которые мы должны хотя бы понимать но согласись что тебя бывает так что ты утром просыпаешься уже разбитым уже без сил уже ты не хочешь просыпаться в этот новый день а это очень важно потому что с утра происходит настройка на день это каким ты проснешься определяет уже весь твой текущий будущий день каким он будет в каком эмоциональном состоянии ты будешь в этот день и с каким настроением поэтому обязательно проработай этот пункт сон это очень важно если ты понимаешь что у тебя что-то не так здесь то нужно это исправить дальше еда о чем здесь важно сказать это качество и количество еды а также то режим питания практически так же как и когда мы говорили про сон питание качество питания количество режим питание должно быть полноценным сбалансированным и разнообразным это три основных характеристики качественного хорошего питания который будет давать тебе необходимое количество энергии сладости сахар это быстрая энергия она тебе дает какой-то импульс на короткий промежуток времени потом снова без сил поэтому сладости в них нет абсолютно никакой пользы с точки зрения энергии на длительной дистанции очень классно еще чувствовать голод гораздо круче поесть когда ты чувствуешь этот голод и ты с большим наслаждением принимаешь пищу и есть надо осознанно я не сторонник того чтобы во время еды еще параллельно делать какое-то дело пусть даже просто просматривание какого-то контента на экране едим осознанно мы должны понимать что мы едим мы должны получить удовольствие от еды и тогда еда которая в тебя пришла она даст тебе больше энергии движение твоя энергоемкость напрямую зависит от уровня физической активности это как батарейка если ты ведешь малоподвижный образ жизни твоя емкость минимально если ты ведешь активный образ жизни много двигаешься тренируешься твоя энергоемкость растет не обязательно тренироваться в тренажерном зале можно заниматься чем угодно когда угодно и как угодно вплоть до домашних тренировок ну или просто прогулки на свежем воздухе ходьба ты можешь подумать что прогулка это просто трата времени она ничего не дает нет это заряжает тебя энергией по поводу домашних тренировок что могу сказать не нужно стесняться ты думаешь вот может быть это неэффективно или там я не знаю что делать или дома вообще не настроиться дома мы привыкли отдыхать у меня бывает так что мне просто влом ехать зал потому что зала в моей жизни просто выше крыши и если просто хочется поделать какое-то кардио то я спокойно могу это сделать дома или даже там потренировать спину у меня есть турник у меня есть гантели это максимум что мне нужно а если ты не знаешь как тебе тренироваться дома то пожалуйста fitstars.ru там больше тысячи тренировок уже моих только программ уже 18 штук подписка дает доступ ко всем абсолютно программам когда появляются новые они добавляются в твою подписку и неважно что там на сайте в основном девчонки показаны которые тренируются мужчины тоже тренируются в описании найдешь ссылку на все мои программы на fitstars и цена там уже со скидкой 70 процентов с энергией физической энергии твоего тела мы разобрались дальше переходим уже к внутренней энергии начнем с того что забирает энергию что делать чтобы не отдавать и первое самое основное что забирает у тебя энергию это негативные эмоции глобально это происходит когда не оправдываются твои ожидания ожидания реальность не совпало как мы ведем себя в таких случаях мы расстраиваемся разочаровываемся обижаемся начинаем жаловаться виноваты все вокруг мир несправедлив почему это произошло то есть настраиваем себя на негативную волну как музыкальный инструмент настраивается на минорный лад это очень сильно высасывает энергию ты начинаешь крутить своей голове эти мысли начинаешь думать об этом постоянно практически и ожидания все чаще не оправдываются ты утверждаешься да все плохо мир несправедлив и ты начинаешь видеть по сути только плохое обращать внимание только на плохое на неудачи и притягиваешь это в свою жизнь обида злость гнев разочарование обвинения это очень сильно высасывает энергию ходишь потом даже несколько дней как будто физически поработал какое решение просто надо знать что в жизни бывает абсолютно все вот просто абсолютно все бывает в жизни в любой ситуации может быть любой исход не надо знаешь возлагать какие-то надежды там каких-то людей чтобы потом что чтобы потом разочароваться просто живи спокойно и знай что может быть абсолютно все в этой жизни но не нужно зацикливаться на этом просто нужно спокойно понимать осознавать это и решать проблемы просто уже по мере их поступления ну если они будут поступать а если нет то есть слава богу то же самое касается каких-то внешних обстоятельств на которые ты не можешь повлиять например погода до осень осень вот нет солнца плохая погода осенняя хандра и ты такой просто вот подвержен как бы общему какому-то течению все грустят и я буду грустить а какой смысл грустить о том на что ты не можешь повлиять ты же не можешь отменить осень ну и все просто прими и отпусти осень хорошо пусть будет я что с этим могу поделать ничего так и не надо думать об этом постоянно и зацикливаться на этом и грустить и не надо добровольно отдавать свою энергию на это на этот бред следующее что забирает энергию это когда ты делаешь то что тебе не нравится или то что ты не хочешь ты снова настраиваешься на недовольство и как ты понимаешь что негативная настройка самый распространенный частый пример ты ходишь на нелюбимую работу многие говорят так найди то что тебе нравится и получай удовольствие от жизни но не каждый человек может вот так просто взять и поменять себе работу уйти там просто уволиться и уйти куда-то на поиски того что ему нравится потому что у многих людей есть ответственность семья дети он должен какое решение нужно действовать от любви от любви к себе я уверен что каждый человек себя любит просто не всегда об этом помнит вот когда я об этом услышал впервые мне это очень откликнулась я как-то это понял когда ты начнешь любить себя надо начать любить себя это не эгоизм не надо путать это с эгоизмом типа вот там семья на первом месте нет на первом месте ты ты у тебя есть каждое мгновение твоей жизни у тебя есть ты как тело твое так это что внутри внутри твой ум разум душа они всегда с тобой это и есть ты полюби это и когда ты это полюбишь ты начнешь распространять свою любовь на все что является частью тебя твоя семья это часть тебя твои близкие твои родные твои родители часть тебя также твой дом и твоя твои дела то что ты делаешь то что является результатом твоих действий это тоже часть тебя ты ходишь на работу там что то делаешь и то что получается получается в результате твоих действий это часть тебя ты сможешь полюбить то что ты делаешь если будешь делать это хорошо это получилось благодаря тебе ты молодец и люби это ну а если тебя глобально не устраивает то место где ты работаешь ну не бросай его сразу ищи параллельно что-то другое то что тебе будет нравиться сильнее дальше отношения натянутые отношения с любимым человеком забирают просто море энергии мы с Олей с женой моей с которой мы уже 15 лет вместе у нас трое детей мы ссоримся вот сейчас редко раньше часто сейчас редко это каждая ссора она высасывает из меня энергию а потом несколько дней хожу просто как пустой пустой нет энергии ни на что ссора она бывает нужна когда не успеваешь заблаговременно обсудить какую-то ситуацию проблему решить вопрос да и ссора это такой такая крайняя степень сброса напряжения потом спустя день-два становится легче вообще любая ситуация в жизни это урок да это как ты отреагировал на эту ситуацию показывает усвоил ты урок или нет если ты отреагировал неправильно то урок не усвоен и он повторится поэтому нужно учиться это сложно мы же реагируем на ссору негативно негативные эмоции там ругань мы можем поработать над своей реакцией а вообще как стараться вот минимизировать эти ссоры нужно сразу заранее если возникает какое-то недовольство садится и обсуждать разговаривать и не обязательно что с тобой будут соглашаться мы же должны знать что бывает в жизни все что угодно любой исход ты там чего-то ожидаешь от человека твои ожидания не совпадают с реальностью это опять уходишь в негатив и вот так по кругу все это варится день за днем еще в отношениях бывает так что каждый из партнеров соревнуется друг с другом и конкурирует относительно того кто сколько вкладывается в семейную жизнь будет и так далее что нам соли помогает в таких ситуациях мы когда-то однажды поняли осознали что мы не соперники друг другу мы не конкурируем мы наоборот по одну сторону и мы вместе за руку идем по жизни и у нас схожие цели а когда ты думаешь о том что ты так много всего делаешь и тебя недооценили вот в такие моменты задай себе вопрос а ты это делаешь для чего для того чтобы на тебя надели корону поблагодарили и поклонились тебе в ноги сказали спасибо великий или ты делаешь это из любви делай это из любви из любви к себе и тогда это любое будет распространяться на все что является частью тебя дальше коротко пробежимся еще потому что может забирать энергию недоделанные дела доделывай когда ты постоянно хочешь тем понравится то есть носишь какие-то маски играешь какие-то роли то есть не являешься самим собой не бойся быть настоящим не бойся жить своей жизнью и быть самим собой не бойся говорить людям нет залипание в соцсетях листая ленту в поисках в жажде быстрого дофамина и удовольствий в надежде уйти от реальности от каких-то проблем каждый раз узнавая себя что ты делаешь и зачем то ли самое удовольствие ты получаешь когда листаешь ту ленту надеюсь следующий пост будет какой-то веселый интересный они на следующий точно они это еще чуть подождать и просто часы улетают вот на это все потом видишь открывая экранное время сколько жизни своей ты посвятил вот этому всему бестолковому и сколько энергии ты туда отдал стресс и повышенная тревожность тоже забирает энергию что здесь поможет медитация прекрасный способ для того чтобы успокоиться и убрать хаос в голове на fitstar точку ру тоже кстати есть медитации посмотри ну и любые вещества которые вызывают зависимость частности курения я тоже курил какое-то время в начале кайф ты такого прикольно там даже какое-то удовольствие дофаминчик там пум-пум впрыскивается ты такой хорошо сразу но потом на дистанции там проходит месяц два три пять и все и ты упираешься в какую-то стену удовольствие вроде бы уже не так и много и с каждым разом с каждым закуриванием ты все равно знаешь осознаешь и понимаешь что ты наносишь вред своему организму и такое такое чувство возникает что просто угасаешь с каждым днем угасаешь если ты хочешь угасать курить окей разобрались с тем что забирает энергию и что делать чтобы этого не допускаешь а теперь пробежимся потому что тебя напитывает энергию что дает энергию и первое самое мощное самое большое что дает энергию это делать то что нравится делать то что доставляет тебе удовольствие но не каждый человек знает что это не каждый человек может найти что-то что ему нравится делать почему потому что плохо ищет что люблю делать я что меня наполняет напитывает энергией я люблю заниматься спортом причем это не только тренажерный зал любые виды активности вообще все абсолютно этим летом мы вернулись в россию я нашел напарника себе для настольного тенниса мы два раза неделю стабильно играем по часу рубимся офигенно я попробовал этим летом большой теннис я люблю всевозможные там велопрогулки прошлом летом у меня был электросамокат которым я гонял просто петербурге по набережной там ездил на большие расстояния это так классно и вообще люблю двухколесную технику даже думал купить мотоцикл но пока отодвинул это на попозже я очень люблю гулять на природе очень люблю гулять в лесу и даже один я люблю побыть наедине с самим собой мне комфортно самим собой это успокаивает в чем-то размышляешь твои мысли из такого рассеянного состояния как-то немножко фокусируются на каких-то вещах приходят новые идеи и это очень круто такие вещи могут конечно редко происходить поэтому надо по максимуму от них напитываться и каждый каждое мгновение когда ты это делаешь ты забирай бери получаю удовольствие наслаждайся заряжайся ну а так глобально у тебя всегда будет энергия если ты четко понимаешь осознаешь видишь свою цель цель своей жизни и это твоя именно твоя цель а не навязанная кем-то другим и ты осознаешь смысл своих действий а так тоже размышлял недавно так или иначе каждый человек взаимодействует с другими людьми на планете и если ты думаешь что твоя работа не несет пользу ты ошибаешься тем что ты делаешь создаешь результатом твоих стараний твоих трудов пользуются другие люди поэтому поэтому мы каждый из нас каждый из нас помогает другим людям в этом и есть смысл того что ты делаешь чаще задумывайся об этом и ты будешь чувствовать что ты полезен ты несешь пользу этот мир и ты полезен другим людям это будет наполнять тебя энергией все на сегодня увидимся пока